Игорь Николаевич, приветствую вас сердечно. Вот как раз-таки под моей картиной «Берегиня». Сегодня мы проводим нашу с вами встречу. Вам передают привет и пожелания здоровья многочисленные подписчики нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. И я хотел заодно воспользоваться таким моментом, объявить, вот именно вас смотрят очень многие люди, очень многие люди за вас болеют. И я сейчас хотел сделать объявление, что завтра у нас будет бесплатный ликбез, оказание помощи всем пострадавшим, их семьям, близким на теракте в Крокусе. Потому что быстрее меня этого никто не сделает. Потому что я снимал острый стресс, когда дети и взрослые пострадали в Каспийске, пострадали в Беслане, пострадали в Болгодонске после теракта, в Минводах, во всех городах, во всех этих точках разных, я не буду их еще называть. Люди, которые пострадали, были в шоковом состоянии, не слышали психологов, я к ним вылетал и выводил из стрессового шока. И вместе со мной несколько раз были мои дети, которые сейчас психологи. Они со мной в Каспийске, и в Кизляре, и в Волгодонске, и все время помогали, и я попробую их вытащить сейчас, завтра на бесплатном ликбезе, чтобы мы могли помочь семьям пострадавших и им близким. Объявление об этом будет. Вот это первое вам спасибо, что благодаря вам мы сделали такое объявление. И второе. Я хотел задать вам сокровенный вопрос. Вот мне очень интересует, как будет осуществлен переходный период между нашим текущим ситуацией общества на планете, нашей цивилизации, на безначальственное общество. Когда начальников нет, и мы бы могли заниматься творчеством, самоуправлением, ну, как вы приводили примеры. Вот этот переходный период, он вообще возможен сейчас, когда вот эти вот якобы надмирные правительства, какие-то швабы, мабы там и так далее, управляет человечеством, диктует им какие-то расчеловечивающие какие-то парадигмы и так далее. Вот можно оставаться человеком и перейти в то общество, о котором вы говорили. Когда люди могут жить на совесть за счет творческих способностей, быть счастливыми, потому что каждый будет заниматься своим любимым делом и сотрудничать друг с другом в синергетическом диалоге, где никто не будет самоутверждаться, пинать друг друга, драться, воевать и так далее. Возможно ли это? Извините, что я так затянул свой вопрос. Нет, это, естественно, произойдет самым естественным образом и уже достаточно скоро. Потому что, понимаете, история развития построена так, что автоматически к этому должно прийти. Просто чем больше дури, чем через большую кровь проходим при решении. А в конкретной ситуации все произойдет примерно так. Поскольку большой энергетический дефицит и усилия сегодня всех направлены на то, чтобы ликвидировать много потребляющих. И в первую очередь это начнется со стран Запада, которые потребляют на душу населения гораздо больше энергии, чем развивающиеся страны. Поэтому я уже 30 лет долдоню, что первые будут отключать Европу. Мне вот вчера из Швейцарии звонили, из других стран звонят. И рассказывал, что там ситуация резко ухудшается. Цены растут, уменьшаются дотации, уменьшаются возможности людей. То есть ситуация резко ухудшается. И когда Европа рухнет, и Штаты, скорее всего, тоже в ближайшее время рухнут. Об этом сейчас только ленивые не пишут. Откройте интернет. Тогда сразу же и наша верхушка там все потеряет. То есть, потому что они же все держат там до сих пор. Несмотря на военные действия, все деньги переводятся туда. И у нас количество миллиардеров, несмотря на ухудшение ситуации, как известно, резко выросло. И сегодня сейчас, когда все это рухнет, то встанет вопрос, как жить дальше. И снова мы вернемся к тому моменту, как этот вопрос поставил Ельцин. Почему я, в принципе, к нему положительно относился. И, в общем-то, сейчас отношусь. Потому что он сказал совершенно мудрые слова, которые сегодня никто, кроме меня, не говорит почему-то. Он сказал, что партию надо ликвидировать, которая действительно сгнила. А я там неоднократно говорил. Она сгнила тому времени полностью, потому что стремилась тоже партийные лидеры ухватить как можно больше под себя. И второе, он предложил всех начальников не назначать, а чтобы их избирал коллектив. Это тоже будет предложено. Тогда все начальники сразу будут очень эффективными. Потому что коллектив не обманешь. И причем там не будет никаких ограничений. Если плохо работаешь, там не справляешься, то у тебя, естественно, сразу же коллектив уберет. Вот если работаешь отлично, то будет работать сколько угодно, никаких проблем. И во время Ельцина, когда эту процедуру начали даже, я рассказывал тоже неоднократно, что мне постоянно звонили из института, где я работал, и предлагали вернуться с тем, чтобы меня избрать директором. И начальники сразу свернули это дело в сторону приватизации и так далее, чтобы задавить этот процесс. И поэтому, когда вопрос с частной собственностью будет решен именно вот таким способом, не на уровне ума и понимания, а на уровне того, что заптрухнет и ликвидирует по существу крупную частную собственность. После этого наиболее вероятное решение, потому что люди уже поймут, сколько можно страдать имуществом, нужна эффективная система. А эффективная система – это когда каждый думает, а не один начальник, который причем думает как бы ублажить вышестоящего начальника и при этом сбросить, не забыть и себе в карман как можно больше. Эта система, естественно, неэффективна. И ее неэффективность уже стала абсолютно ясной всем. Поэтому кризис уже весьма высокая вероятность, что того, что она начнется, этот кризис начнется сейчас. И по мере этого протекания кризиса будет правильно решение принято о выборности начальников, о партии все, вы сами видите на последних выборах, ну какие партии, что они говорят, никаких дискуссий, ничего. Потому что никто ничего по существу сказать не может. Не нужны партии, потому что есть единственный закон. Это закон этого мироздания. И этот закон установлен создателем этого мироздания. Это долдоню постоянно. И поэтому надо познать эти законы и по ним жить. Я специально книжку написал, там все разъяснил. И эти изменения начнутся уже в ближайшее время. Дай Бог максимально безболезненным, бескровным путем. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот когда Ленин говорил о том, что вся власть советом, это близко к тому, чтобы без начальников жить, чтобы выборно было все и так далее, на местах? Нет. Поскольку российская революция в то время проходила в соответствии, как им казалось, по учению Маркса, а на самом деле к учению Маркса ни малейшего отношения не имела. поскольку по Марксу революция должна была произойти в наиболее развитых странах, где пролетариат наиболее силен. А там ничего не произошло. А произошло-то в России, где, так сказать, капитализм был гораздо более слабо развит, чем на Западе. То есть ленинизм двигался по совершенно правильному пути, я это тоже тысяча раз говорил, поскольку основное назначение революции в России было не дать в будущем реализоваться сценарию золотого миллиарда, это единственная пункция, в соответствии с которым по законам этого мира был создан Советский Союз. Советский Союз развивался очень мощно под руководством Сталина, достиг больших высот в противостоянии с Западом, и когда Запад осознал, что в 70-е годы, что сценарий золотого миллиарда необходим, то есть надо будет уничтожать большую часть населения, как они это свободно делали, когда приезжали в Америку, в Австралию, в Новую Зеландию, куда угодно, вырезали всех и сами начинали жить там, то сейчас этот сценарий уже не проходит благодаря Советскому Союзу. И он свою роль на 100% выполнил. Как только он ее выпал, поскольку это тоже была неадекватная система, то есть были начальники, то он был ликвидирован, но бескровным путем. Ни одного начальника не расстреляли. А сейчас были созданы такие начальники, которых уже будут уничтожать без всякого сожаления, когда эта система рухнет. Этого начальники уже себе выпросили, современные. И уйти от этого... Я пытался в течение 30 лет это людям объяснить, и каковы истинные пути дальнейшего развития, тем более при этом можно развивать энергетику, которая покроет нужды человечеству на определенный период. Но я об этом тысячу раз говорил. Но всех, кто мне помогал, уничтожили. Мне легкие посадили. Вот я мучаюсь беспрерывно с харкалкой. Вынужден беспрерывно харкать. И меня это ужасно чертело. Если бы меня прикончили, я бы особо не заражался. Тем более... Там как раз спрашивают, подписчики нашего канала спрашивают, может, вам помощь нужна, может, вы дадите свою карточку, чтобы денежку люди посылали, чтобы вам оплачивать. Да это ради бога, потому что медицина называется, только называется бесплатно. Я вам могу показать чеки. Я вот сейчас лежал в больнице. Вот. Один чек. Вот второе. Это называется бесплатная медицина. Поэтому это все липко, конечно, чистой воды. Вы дадите карточку, чтобы желающие могли вам помочь? Денежку. Да можно, конечно, как скажете. Но главное, чтобы люди давили на нашу власть, чтобы она скорее переходила к новой социальной организации. Ну, зачем вот вам нужны эти начальники, которые абсолютно ничего не понимают, а получают по 6 миллионов в день? Я с вами так согласен, потому что именно свои изобретения, именно то, что я делаю книги, пишу картины, лечу людей, 90% бесплатно делаю всякие ликбезы, именно потому, что у меня начальника нет. Естественно. А так бы вам начальник не позволил бы включить камеру, пока вы ему не заплатили. Да, да, да. У меня много менеджеров появлялись, которые хотели меня управлять. Да я все это понимаю на 100%. Кому же нужен этот начальник, который абсолютно ничего не смыслит, ни в чем? А как сделать так, чтобы люди все могли по своей совести, как велит высшие законы, как говорится, мироздания, по своей совести, чтобы человек мог работать? Если, допустим, он способен творить что-то, допустим, создавать что-то, а денег приносит, а это денег не приносит. Каждый человек способен творить. Я тоже так считаю. Каждый человек творец. Да, вы в области лекарств, я в области там философии, развития, физики. И вот когда человек не открывает свои творческие тела, он... Обычный человек прекрасные рецепты предлагает для кухни, когда приятно есть. Каждый человек, если ему дать полную свободу от начальников и от хозяев, он будет чрезвычайно производительным. Ну как нам ускорить этот процесс бескровный? Как бескровный процесс? Вот мы с вами в этом отношении делаем все, что от нас зависит. Отлично, отлично. Но начальники, к сожалению, этого не позволяют. И не хотят этого понять. Мне вот не дают запустить мою энергетику уже 30 лет. Кошмар какой. Игорь Николаевич, а может у них... Вот мне так кажется, страх какой-то есть, что... Они завтра потеряют свои миллиарды. Им же нельзя в самолете с вами летать в одном. Вы же быдла. Поэтому они летают в отдельном самолете. А вот промежуточный этап будет какой-то в переходе в этом, в безначальство? Да нет, я сказал только сейчас об этом. Запад рухнет, начальники все потеряют. Но Запад рухнет, это не имеется в виду, как взорвется. Это имеется в другом смысле. Ну, в каком смысле? Перестанут энергию поставлять в Европу. Там начнется резня. Ну, как бы нам вот этот период пройти менее болезненно? Вот мы с вами и боремся, чтобы, по крайней мере, в России он прошел безболезненно. А для начальников, в том числе и стран начальников, то есть Запада, он безболезненно не может пройти. А Россия находится в промежуточном положении. И у нее все рычаги управления. И она может пройти безболезненно. Сравнительно. Если начальники и хозяева перестанут валять дурака. А если это произойдет с помощью вот обрушения ситуации, когда они все потеряют и не смогут платить своим наемным, рабочим и всем, то это, сами понимаете, будет. Очень даже воспринято на себе. Вон, вся Европа уже в демонстрациях. А у нас эта волна только начинает подниматься. Вот надо решить это вопрос до того, как эта волна все захлестнет. А вот про Шваба, вот он глава экономического даотского форума, который, как я понял, может, я не понимаю ничего, хотят сократить всех людей до золотого миллиарда. Не проходит этот сценарий. Они всякие придумывают хитрости. Вот эти пандемии, вот эти, как они их назвали, гибридные войны. Что такое гибридная война? Я пережил настоящую войну. И чтобы во время войны поставлять энергоносители противнику, ну, в моей голове это не укладывается. Как это может быть? Никто на этот вопрос не отвечает. Это нельзя назвать войной. Поэтому тут все понятно. По факту идет не гибридная война, а война между бедными и богатыми, на котором исход этой войны предопределен. Потому что интеллектуальный массив, который должен решать проблемы будущего, должен быть резко увеличен. Каждый человек должен быть интеллектуально развитым в своем деле и приносить максимальную пользу обществу. Только тогда это общество сумеет выжить. А поскольку это общество погибнуть не может, поскольку у меня в книге доказана теорема, что разум уничтожен быть не может. И мы, сколько бы ни боролись с этим, но человеческий разум достигнет потенциала разума Бога Отца. Никуда мы не денемся. Это предопределено. Игорь Николаевич, в нашей школе «Человек будущего», «Школа человечности», мы как раз таки все время и утверждаем, что все неврозы, все болезни, все проблемы человечества, потому что человек не открывает свой творческий потенциал. Он сталкивается с проблемой. Вот мне там пишет женщина, я бы хотела заниматься любимым делом, я так люблю это дело, но оно не приносит мне средства для содержания детей. Ну, конечно. Когда вот эти клоуны трясут задницей в этом, в кругу с сити-холл, то они получают дикие деньги. А женщина работает с реальным делом, ей не хватает. Почему этим клоуном надо много платить, а ей не надо? Коллектив должен решать все. Игорь Николаевич, я вам очень благодарен. Я надеюсь, подписчики сейчас вам вопросами закидают. Друзья, пожалуйста, под роликом пишите свои вопросы, Игорь Николаевич. И второе. Не забудьте, завтра у нас бесплатный ликбез. Мы специально проводим для всех близких и семей пострадавших на Крокус-Сити. У нас бесплатная эта помощь, поэтому зовите всех своих знакомых, кому помощь нужна, чтобы объявление еще будет сделано, чтобы вы могли зайти с зом, готовьте зомы. Игорь Николаевич. А Наташку можно позвать? Наташка у вас Берегиня, а у меня вот эта Берегиня. То есть ее можно позвать? Конечно, конечно. Она у вас интервью берет, интервью, нет? Да. Ну пусть покажется на секундочку. Покажись на 10 секунд. Ленится. Ленится. У нее одна часть очень тяжелая, не может оторваться. Я хочу еще сделать объявление, друзья, Наташа Кузьмина договорилась уже с издательством, и поэтому издательство, поскольку приняло книгу к изданию, Наташина книга будет через год. Наташа, через год или через полгода? Когда выпущена? Когда твоя книжка выйдет? Через три месяца. Через сколько? Через три. А? Через три. Через три? Года? Месяца. Через три месяца. Ура, ура. Игорь Николаевич, я вас сердечно обнимаю. Взаимно, Хасарин. В определенное время для нас это очень ценно. Мы знаем, что вы только выписались из больницы, поэтому... Сейчас, наверное, опять лягу, потому что там делают анализ. Сейчас у меня еще в пищеводе грибок обнаружили. Придется опять, наверное, ложиться. Ну, после той больницы, когда там анализы закончатся, вы же к нам приедете, я вам иголочки поделаю. Ладно? И прием. Идем, постараемся, во всяком случае. И приемы ключа покажем. Спасибо вам огромное. Сейчас мы начнем завтра помогать всем людям, которые пострадали на этой трагедии. И всем выражаем соболезнования. До встречи. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, взаимно. Всем привет. Спасибо. 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 Продолжение следует...